Очевидно, что сегодня многие социально-культурные и не только программы в нашей стране финансируются по очень остаточному принципу. И дело не только в желании или нежелании различных политиков. Чтобы нашим старикам и детям жилось лучше, нужно, чтобы в стране заработала наконец экономика. Только тогда в бюджет начнут поступать деньги на социальные программы. К этой мысли, похоже, пришли и в Грузии, где вот уже 7 лет проводятся активные реформы во всех сферах жизни. Там на прошлой неделе побывала делегация одесских бизнесменов и чиновников во главе с мэром Алексеем Костусевым. Для обмена опытом, что полезного удалось почерпнуть в этой поездке одесситам, я решила узнать у одного из организаторов этого вояжа. У меня сегодня в студии депутат городского совета, лидер общественной инициативы на встречу реформам Василий и Еремия. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот по результатам вашей поездки в Грузию, на ваш взгляд, все-таки в чем кардинальное отличие действий государственного механизма в Грузии и в Украине? Ну, не секрет, что в Грузии все законодательство, которое досталось им в наследство бывшего Советского Союза, все изменено. Грузия полностью провела ревизию своего законодательной базы, свои административного устройства. В Грузии проведено ряд реформ, не одна реформа, а не две. Это целый комплекс реформ во всех сферах, которые позволяют на сегодняшний день Грузии достаточно эффективно привлекать инвестиции, международные инвестиции. Они на это нацелены. Василий, ну вот скажите, то есть то, что Грузия за последние семь лет кардинально изменилась, видят все и знают все, кто там был или кто как минимум следит за жизнью этой страны по новостям. Ну, объясните мне, вот что у них есть такое, чего нет у нас, и что позволило им сделать такой рывок? У них есть желание делать реформу, это самое главное. Самый главный секрет экономического эффекта, грузинского экономического эффекта, это политическая воля и желание делать реформы. Политическая воля чья? Политическая воля руководства Грузии. На сегодняшний день практически весь государственный аппарат, независимо от партийной принадлежности и оппозиционности, все понимают о том, что Грузия должна идти по пути реформ. В Грузии, как я уже говорил, отработана целая система реформ. Это реформа и здравоохранения, это реформа и систем МВД, это реформа и социальной деятельности страны, это реформа и, самое главное, это реформа и возможности ведения бизнеса в Грузии. В Грузии, это вообще грузинское ноу-хау, создана целая система офисов юстиции, которые позволяют за минимальное время и за минимальные средства гражданину страны получить любой сервис от государства. То есть, то единое окно, о котором у нас долго говорят, но так мы к нему как бы и не пришли. Как говорил мой коллега, единое окно, о котором говорят у нас, в Грузии превратилось в широко распахнутые двери, потому что... В Европу лучше через двери, чем влазить через окно, они это давно поняли. Действительно, зарегистрировать бизнес и вести бизнес в Грузии на сегодняшний день легко и быстро. Самые главные вещи, легко и быстро. Ну и, конечно, самый главный успех, почему эти реформы могут быть, потому что мало объявить реформу, мало отработать и придумать, и отработать хорошие реформы, их нужно еще внедрить. Почему это произошло? Достаточно серьезная программа по борьбе с коррупцией. Очень серьезная программа. Основные принципы этой программы – это превентивная работа и неминуемое наказание тем, кто нарушил закон. Василий, ну подождите. Смотрите, у нас тоже проходит, как бы, такие борьба с коррупцией, волнами периодически накатывает на Украину, особенно под выборы. Это и в России любят, и у нас. Но у нас не происходит, не у нас, опять-таки не в России, того, что произошло в Грузии. У них борьба с коррупцией, насколько я успела там заметить, когда были там, и опять-таки, по мнению экспертов, прежде всего имела успех, потому что они изначально уволили всех тех чиновников, которые достались у наследства Грузии от прежней власти. У нас нечто подобное возможно? Или вот, может, я ошибаюсь, у вас другое мнение? Вы знаете, то, что они изначально уволили всех чиновников, это был один из моментов, который, один из пунктов программы реформирования. Ведь просто можно было уволить всех чиновников и не создать что-то новое. Они мало того, что они разрушили старое, они четко понимали, что следующим шагом они должны создать нечто новое, то, что будет более эффективно, более будет соответствовать необходимости, и более будет соответствовать потребностям страны. В чем секрет Грузии? У них не просто проведены реформы в тех или иных отраслях, это слаженные реформы. И что немаловажно, это реформа, в том числе и образовательной сферы. Мало разработать реформу, ее важно внедрить. Вот, например, в Грузии продумана система, что 50 вузов мира самых лучших. Любой грузин, который поступает, студент грузинский, который поступает в 50 лучших заведений учебных мира, автоматически от Грузии получает грант на обучение, при условии, что он вернется в страну. В итоге Грузия получает качественных специалистов, которые внедряют как раз эти реформы. И на уровне управленческом могут эти реформы администрировать и внедрять. И получать результаты, о которых мы знаем. Бытует мнение о том, что рывок Грузии позволили сделать американские деньги. Я знаю, что вы встречались с представителями власти. Вот как они это комментируют? В составе делегации было достаточно большое количество людей, которые ехали в Грузию с скептическим отношением к грузинским реформам. Заранее хочу сказать, что подавляющее количество людей, кто вернулся из Грузии, отношение к Грузии поменялось. Этот вопрос тоже звучал по отношению к спикеру парламента. И мы получили достаточно интересные данные. Бюджет Грузии на 80% с небольшим процентов пополняется за счет налогов и сборов, которые собираются на территории Грузии. То есть бизнес, работающий в Грузии, на 80% формирует свой бюджет. На 20% это какие-то международные займы, это какие-то средства, которые изне Грузии приходят. Поэтому говорить о каком-то колоссальном вливании американских либо чьих-то других денег в бюджет Грузии не приходится. Если Грузия открыто заявляет, что как инвесторов она приглашает предпринимателей всех стран. Америки, России, Украины. То есть я так понимаю, что в Грузии созданы просто все условия для благоприятного инвестиционного климата, по принципу все флаги в гости к нам. Хорошо, скажите опять-таки, вот в чем разница, возвращаясь к нашей Украине, в чем разница? Мы тоже привлекаем инвестиции, но к нам они идут все меньше и меньше, туда все больше и больше. Очень интересно. Наши журналисты задавали простым гражданам Грузии вопросы о том, как им живется в Грузии. Очень многие жаловались и говорили о том, что не все так, как они хотели бы. Маленькие зарплаты, не хватает денег. Ситуация на самом деле как в Украине, так и в Грузии для граждан оставляет желать лучшего. Но в один голос все респонденты отвечали, что ни при каких обстоятельствах они не хотели бы отходить от курса реформ. То есть все граждане Грузии уверены, что реформа в стране это позитив. К сожалению, в нашей стране существует другое восприятие слова реформы. Очень многие воспринимают реформы с негативом. Очень многие не понимают, что реформа, пройдя через определенные трудности, ситуации, она должна привести к позитиву, который мы сегодня видим в Грузии. Собственно говоря, одна из основных задач этой поездки было продемонстрировать украинским предпринимателям, средствам массовой информации, какие реформы внедрены в Грузии, каким образом это было произведено, и самое главное, какие результаты можно наблюдать в результате реализации этих реформ. Многие эксперты говорят о том, что уникальность грузинских реформ состоит во многом в том, что они смогли провести ментальные реформы. То есть люди начали доверять тем же чиновникам, то, чего не было никогда с момента Советского Союза. Те же полицейские, налоговые инспекторы, они начали пользоваться уважением. Как они этого добились? Есть ли у нас хоть маленькая перспектива, что у нас когда-нибудь будет так же? Вы знаете, это результат реформ, когда всего лишь 2% грузин говорят о том, что в их жизни присутствует слово «взятка», всего лишь 2% грузин, тогда и появляется то чувство, о котором вы говорите, доверие в отношении власти, в отношении представителя власти. Не секрет, что 80% грузин доверяют сегодня полиции. 80% – это достаточно большой показатель. Поэтому то, о чем вы говорите, это результат реформ. Люди должны… Одна из основных задач власти – показать, что реформы необходимы, показать, каким образом она будет внедрять, и показать, какие результаты должны быть получены в результате реформ. Реформы нужно рекламировать, реформы нужно разъяснять. Это очень важная составляющая позитивного внедрения реформ. В Грузии это происходит. Если посмотреть на государственный аппарат Грузии, он построен по принципу максимальной открытости по отношению к гражданам Грузии и по отношению к инвесторам. Даже сам факт строительства здания полиции прозрачным, они таким образом демонстрируют свою открытость и прозрачность. Мне кажется, что в наших реформах необходимо больше работа с людьми, более плотная работа с бизнесом в плане построения реформ. И необходимо работать над имиджем реформ. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Дай бог, чтобы когда-нибудь в ближайшем будущем, я искренне надеюсь, все-таки в Украину возили бизнесменов и туристов с тем, чтобы мы перенимали наш положительный опыт. Будем на это искренне надеяться. Все зависит от нас. А в Одессе продолжает расти число ДТП. В этот раз поверженной оказалась огромная 10-метровая ель, а вместе с ней забор здания Государственного архива Одесской области. На крутом повороте на улице Пироговской водитель БМВ на огромной скорости врезался в дерево и снес на своем пути ограду. Древнее хранилище раритетных документов, исторически ценных бумаг, как Госархив, на время потерял свой внешний презентабельный вид. Теперь всех посетителей здания на Пироговской встречают сломанные ветви и разбросанные запчасти разбившейся машины. Возле Государственного архива ствол ели, вырванный с корнем из земли, а на полу до сих пор валяются остатки автомобиля, который врезался в дерево на полной скорости. Охранник Николай Шевченко говорит, вахту в ночь с 4 на 5 марта нес его напарник. Он рассказал о подробностях происшествия. Случилась авария большая, снесли два забора, как было администрации и архивовский забор. Сработала сигнализация, были подняты по тревоге Державная служба охороны нашей, ГАИ приехала. Очень большая скорость была, здесь два забора снесено, и елка сантиметров 30-35, высотой метров 8. На место аварии, рассказывают очевидцы, прибыл наряд милиции и ГАИ. Автомобиль БМВ эвакуировали. Директор госархива и сотрудники ведомства заявляют, авария нанесла архиву немалый ущерб. Другой час 30 минут спрацювала сигнализация за телефону мне охороны, что я принял соответствующую мере того, что нужно за регламентом, и выехал на место, увидел, что снеслись рекламный щит міської ради, забор снесли нашу, и огорожили нашу Державную архиву области. Это, конечно, ужасно и просто жалко елку. 40 лет росла эта ель, 40 лет. И, конечно, возместить и восстановить это в короткий срок нереально. Сотрудники надеются, что виновник происшествия компенсирует нанесенный ущерб, восстановит ограду и посадит дерево. К концу недели стало известно, что виновник ДТП появился в архиве и даже пообещал восстановить забор и посадить три ели вместо сбитой. Будем надеяться, что свое обещание этот горе-водитель выполнит. А мы, в свою очередь, обязательно проследим за развитием событий. Еще одно происшествие случилось ночью на автостанции. На улице Калантаевской сгорела маршрутка. Пострадал водитель. Он попытался потушить пожар своими силами, но не смог. Маршрутка вспыхнула, как факел, буквально в один момент. Это случилось без 10.11. В считанные мгновения микроавтобус был полностью объят пламенем. Оператор заправочной станции, в нескольких метрах от которой стоял автобус, тут же отключил колонки и вызвал пожарных. Это позволило избежать более серьезных последствий. Пожарные через несколько минут были на месте, но спасти маршрутку было уже невозможно. От нее остался только обгорелый остов. Причина пожара пока неизвестна. Причина пожара и две версии. Одна из версий – краткозамыкание проводки. Это свидетельство самих пострадавших и там окружающих других водителей. И другая версия, как выясняется, на месте пожара был найден, зафиксирован газовый баллон, который применялся либо для обогрева, либо для приготовления пищи, прямо внутри этого автобуса. И, видно, произошла утечка и загорание автобуса. Вот этот газовый баллон, из-за которого мог начаться пожар. Держать такую штуку в машине довольно опасно, но зимой многие водители нарушают правила и греются самодельными стояночными отопителями на газе. Они обычно в этой машине сидели, все грелись водителем. Около года назад именно этот рейс «Одесса-Киев» отказался от сотрудничества с главным автовокзалом Одессы. А еще через некоторое время тут появилась автостанция «Калантаевская». Создавали ее в ППХ, переоборудовав помещение шашлычный. Разместили кассу, повесили вывеску и начертили разметку на асфальте. Вот и ночуют теперь водители в своих микроавтобусах в нескольких метрах от автозаправки. Это случилось 9 марта в доме на улице Пастера, 42. Как сообщили в пресс-центре областного управления внутренних дел, сегодня решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Мужчине может грозить срок от двух до пяти лет лишения свободы. Но вернемся к главной теме прошедшей недели – празднику 8 марта. Жизнь в мегаполисе – ежедневный стресс для прекрасной половины человечества. В этом уверены медики. Работа, дом, семья – все ложится на хрупкие женские плечи. Как выйти из стресса и сохранить здоровье, расскажут психотерапевты в репортаже наших корреспондентов. Обычный офисный день в преддверии праздника 8 марта. Телефон звонит просто не прекращая. Типа бумаг на столе. Дел не в проворот, а времени катастрофически мало. Что делать в такой ситуации, чтобы не сойти с ума и противостоять стрессу? Полезно, наверное, на самом деле в такой загруженности, в таком напряженном темпе, в котором многие женщины находятся, позволить себе остановиться, задать вопрос. А как ты? Что с тобой происходит? Может быть, тебе сейчас что-то нужно? Когда даже в такой ситуации позвонить близкому человеку, позвонить своему ребенку, услышать его голосок, это какой-то такой вот глоток, какая-то вот сила, которая поможет. Психотерапевты уверены, при любой ситуации не стоит выходить из себя, кричать на коллег, ненавидеть начальство или приходить в отчаяние. Ведь все эти негативные эмоции – реальная угроза вашему здоровью. Стресс на работе может привести к целому ряду заболеваний. Это вегетососудистая дистония, это различные неврозы, это бронхиальная астма, это дерматиты, это бессонница, это что угодно. То, что, как правило, потом у врачей не находятся причины. В теле никаких нет признаков заболевания, а женщина реально или мужчина реально жалуется. В этом случае специалисты советуют сходить к психотерапевту. Хотя большинство людей пугает одна приставка «психа» к слову «терапевт», врачи рекомендуют отказаться от стереотипов, ведь признание проблемы – это основной шаг на пути ее решения. Кроме того, психотерапевты лечат в основном не медикаментами, а дружеской беседой. Со стороны это выглядит совершенно комфортно, уютно. Сидят два человека в креслах, друг напротив друга. Это работа, которая проводится в условиях конфиденциальности, в условиях защищенности клиента. В качестве первой помощи при стрессе, говорят эксперты, лучше всего помогают народные средства и аутотренинги. А вот сигареты, алкоголь и антидепрессанты – это мнимые, успокоительные. Они приносят больше вреда, чем пользы. Да, мне помогает кофе, я пью кофе, я люблю зеленый чай, да, мне нужно выйти на воздух. Опять же, слышать себя не то, что модно, что рекомендуют, а именно находить свое во всем этом темпе, во всем вот таком загруженном состоянии, научиться чувствовать и создавать свои границы. Создать невидимое поле, отгородиться от внешних негативных факторов, организовать свою работу так, чтобы была возможность сказать – стоп, пускай весь мир подождет, я женщина и имею право отдохнуть. Это золотое правило выживания в современном напряженном мире, говорят специалисты. И это правильно, хотя бы потому, что если заболеете вы, то кто вместо вас позаботится о здоровье детей, мужа, кто их накормит, нагладит, обстирает и утешит. Да и на работе без вас все рухнет. Или все-таки не так? И на самом деле не стоит зацикливать на себе все обязанности, а права оставлять другим. В конце концов, процесс эмансипации, запущенный женщинами в начале прошлого столетия, был призван не закабалить женщину, а наоборот – открыть для нее новые горизонты. Образ такой уверенной в себе деловой леди XX века воплотила Надежда Пучковская, известный отечественный офтальмолог, профессор, директор Одесского научно-исследовательского института глазных болезней имени Филатова. Надежда Пучковская впервые оказалась в Одессе в 1918 году, когда ее отец был назначен на должность главврача Одесского военного госпиталя. Девушка пошла по стопам своего отца, выбрала нелегкий, отнюдь не женский путь и не ошиблась в своем призвании. Она фактически создала новое направление в офтальмологии – гератопластику. Принимала участие в создании первых отечественных лазеров. Различные операции, которые в данный момент проводятся путем современной техники, все это было апробировано так или иначе в нашем институте глазных болезней, который возглавляла на протяжении многих лет Надежда Александровна. Во время Второй мировой войны Надежда Александровна возглавляла глазное отделение фронтового специализированного госпиталя. С войсками прошла боевыми дорогами до Кракова. Женщина либеральных взглядов. Она пробовала себя в роли врача и в роли политика, побывала даже за границей с дипломатической миссией, где проявила не только профессионализм, но и замечательную женскую интуицию и деликатность. В 60-е годы именно Надежда Александровна посетила с рабочим визитом в составе делегации советских женщин Соединенные Штаты Америки. В ее личном фонде мы видим как раз документы, которые относятся к этому периоду. Мы видим газетные вырезки тех лет из прессы американской. О советских женщинах-первопроходцах, которые дерзнули отправиться на Запад, с восторгом писала вся зарубежная пресса, вспоминают историки. Активно занималась Надежда Пучковская и общественная работой. Надежда Александровна представляла наш город не только на областном уровне, но и на уровне республиканском. Избиралась депутатом Верховного Совета Украинской ССР. Вот ее билет. Мы видим женщину-врача и мы видим женщину-депутата. Судьба Надежды Пучковской – пример современной женщины, которая добилась успеха благодаря своему таланту, настойчивости и хорошему образованию. Без учебы, специальной подготовки и кругозора сегодня невозможно сделать карьеру. Среди студентов высших учебных заведений Одессы более 55 тысяч женщин. Они осваивают медицину и юриспруденцию, постигают основу ведения бизнеса и совершенствуются в искусствах. Жительницы Одессы уверены – образование – это путь к независимости. Женщина должна сама работать, себя обеспечивать. Конечно, женщине обязательно нужно иметь высшее образование. Это ее разовьет, это обогатит ее, придаст ей сил. А женщинам в нашем мире очень важно быть сильной, умной, доброй, красивой. У меня два высших. Работу хорошую можно найти, человек образованнее, опытнее становится. Женщина должна в своей жизни найти себя, сама заработать на себя, чтобы не зависеть от своего мужа. Правда, говорят мужчины, рядом с независимой, активной, эрудированной женщиной, и самому приходится постоянно держать себя в форме, чтобы не потеряться на фоне своей успешной спутницы. Это крайне важно, но есть тотальный минус глобальный. Чем умнее женщина, тем с ней тяжелее жить. И тем с ней тяжелее вообще строить какие-то отношения. Но это весело. И напоследок еще немного о том, что помогает человеку выжить. Что делает его жизнь насыщенной и по-настоящему прекрасной. Всю жизнь провела, создавая прекрасные творения Анна Михайловна Аникиенко. Пережив голод и войну, эта миниатюрная женщина никогда не оставляла главного призвания своей жизни – рукоделие. В гостях у художницы побывала наша съемочная группа. Повсюду вышитые полотна и иконы. В доме у Анны Михайловны особый удивительный мир рукотворной красоты. Да и сама хозяйка, как маленький белый ангел, в вышитом собственноручно платье, с вдохновением открывает гостям все сокровища, сделанные своими руками. Вот рушники у меня, рушники, выполненные до веселья. Мои батьки не дожили трех месяцев до золотого веселья. Я вышивала цей рушник, чтобы они стали на цей рушник. Для золотого веселья цей рушник. А ось рушничок – это руки повязывать. Когда венчаются, тут дай как раз на руках. Боже, милости, буди мне грешны, там Иисусова, Господи Иисусу, говорит, если не Боже, помилуй нас грешны, там Песня Богородица, спаси нас. Анна Михайловна признается, жизнь ее была не из легких. Она пережила голод и войну, но всегда занималась любимым делом. Сорочкам, панно, рушникам, платьям и портретам, которые вышила за свою жизнь, давно потеряла счет. В последние годы Анна Михайловна увлеклась вышивкой икон. После поездки в Иерусалим к святым местам решилась и взяла благословение у владыки. Сегодня многие вышитые ею святыни украшают храмы по всей Украине. Я вышиваю рушник, вышиваю платье, блузы вышиваю. Это у меня душа поет легко. Когда я сажусь за икону, сколько искушений. Вы себе не представляете. Вышивка – главное лекарство, признается Анна Михайловна. Хотя врачи запретили ей вышивать еще в 1951 году, женщина не бросила любимое дело. Напротив, рукодельница уверена, именно благодаря этой творческой работе она никогда не теряет вкус к жизни. Когда больная, я все время вышивала. Я не могу без этого. Понимаете? Я вот сейчас, мне 82-й год, я не вышивать не могу. Не могу. Я всего ничего не вышивала, так уже дружусь. Это такое хорошее лекарство. Мне так жалко, что так мало людей вышивают. Анна Михайловна – член Союза художников СССР и Украины, член Союза мастеров народного искусства. Ее работами восхищаются модельеры Вячеслав Зайцев и президент Виктор Янукович. Несмотря на это, Анна Михайловна живет очень скромно и никогда не унывает. Признается, мечтает только об одном – успеть передать свое мастерство тем, кто, как и она, горит искусством вышивки. Сколько мне еще стало жить? Я не знаю, Бог знает. Но уже немного осталось пожить. Я хотела бы это передать. Вот это свое умение, свой талант передать людям. Вот такой была эта неделя в Одессе и в мире. Дай Бог, чтобы, несмотря на все проблемы, доброе и прекрасное не исчезало из нашей с вами жизни. С вами была Елена Астрахович. Встретимся в следующее воскресенье. Берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова